В данном видео мы с вами рассмотрим все времена английского языка и перед тем как начать нам нужно запомнить три основных глагола be, have и do. Собственно говоря, на этих глаголах и строится вся грамматика. Они закладывают фундамент всем остальным временам. Поэтому мы сейчас с вами рассмотрим формы настоящего и будущего и прошедшего времени каждого из этих глаголов, чтобы в дальнейшем было легче уже строить предложение в нужном вам времени. Итак, начнем с to be. Be переводится как быть, являться, находиться. В настоящем времени формы I am, is и are. То есть I am. Один человек. He, she, it. Это может быть не только он, она, но может быть, не знаю, boy, girl, имя какое-нибудь. То есть единственное число is. Множественное. We, you, they, are. Еще раз. I отличается. Тоже единственное, но я любимый I am. Все остальные формы единственного числа is. Множественное число are. В прошедшем времени всего лишь две формы. Для всей группы единственного числа это was. Для множественного were. То есть I was. He, she, it was. Kate was. We, you, they, were. Children were. They were. Ну и так дальше. 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 Смотрим будущее время. Здесь проще простого. Will берем слово и добавляем be. То есть первую самую форму берем. Will be. Для всех. То есть не нужно запоминать. Единственное, множественное. Will be. Дальше смотрим на have. Have. Это иметь, обладать. В настоящем времени две формы. Have и has. Для I и для множественного числа have. I have. Will you, they, have. Для he, she, it. Has. В прошедшем времени одна форма для всех. Had. Просто. И в будущем опять же берем will. И самую первую форму will. Have. Тоже для всех. Do. Делать. Две формы в настоящем времени. Для I и множественного числа do. I do. Will you, they, do. Для he, she, it. Does. В прошедшем времени одна форма did. В будущем опять берем will. И первую форму will. Do. Обращаем внимание, что там, где есть he, she, it. Он, она, оно. Везде есть as. Вот здесь is. Has. Опять as. Does. As. То есть где есть he, she, it. Он, она, оно. В настоящем времени всегда будут где-то фигурировать окончание as. Дальше мы с вами рассматриваем, какие же есть времена в английском языке. Для того, чтобы проще сориентироваться, мы их разделим на группы. На группу simple, простое, на группы continuous, продолженное, perfect, перфектное, завершенное и perfect, continuous. Будет совмещать себе завершенное и продолженное время. Каждая из этих групп состоит из present, настоящего, past и future. То есть у нас есть present simple, past simple, future simple. Группа continuous. Также present continuous, past continuous and future continuous. Группа perfect, present perfect, past perfect and future perfect. И вот эти два perfect и continuous нам дают present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. В этом видео мы не будем углубляться по каждому из времен, так как на каждой из них есть отдельное видео. Ссылку я выложу под этим видео и в конце видео. Ну, мы сейчас просто коротко посмотрим, когда употребляется то или иное время и как его правильно построить. Present simple указывает на постоянное регулярное действие, общеизвестные факты. Итак, мы ставим исполнителя на первое место. Дальше нам нужно поставить действие, что делает этот человек. Например, вы хотите сказать я готовлю. Берём слово готовить и ставим после я. I cook без всяких окончаний. Вы хотите сказать они готовят. They cook. Так же самое. We cook. You cook. И так далее. Но если мы хотим сказать, что он, она готовит, тогда мы возьмём и добавим окончание к слову cook. Это окончание s. То есть у нас получится he, she, it cooks. Возьмём другой глагол. Я хожу куда-то там. I go. Так же самое для множественного числа. We, you, they go. Но если вы хотите сказать он, она или it, he, she, it, тогда нам нужно взять и добавить сюда окончание уже и с. He, she, it goes. Почему и с, а не с. Есть отдельное видео. Также выкладываю ссылку под этим видео. Если нам нужно построить отрицание, сказать кто-то чего-то не делает. Опять же таки, на первом месте у нас будет нужный нам исполнитель. Дальше нам нужно слово, которое поможет нам построить это отрицание. I – это слово do. Но так как это отрицание, нам нужна ещё частичка отрицательная. Это частичка not. I do not cook. Обычно это сокращается до don't. I don't cook. I don't go. Так же самое, когда мы будем говорить о we, you, they, нам тоже нужно взять do и поставить его после исполнителя. Но так как это отрицание, нужна ещё отрицательная частичка. I don't, sorry, we don't cook. You don't go. They don't go. И у вас уже есть отрицание. Но если речь идёт о he, she, it, он, она, оно, нам нужно взять также слово помощник. Это слово does. Но так как здесь у слова does уже видите есть s, то здесь уже у основного действия нам окончания не нужны. Нам только нужно показать, что это отрицание. Точнее взять отрицательную частичку. И получилось. He doesn't cook, she doesn't go. It doesn't go. Итак, мы с вами построили предложение отрицательное. Если вы хотите поставить вопрос, спросить что-то, всё, что нужно сделать, это взять do и вынести его на первое место. Но это уже нам не нужно, так как это вопрос. Потом ставим исполнитель и действие. Так же само для множественного числа выносим do на первое место. Do we cook? Do they go? Ухишит своё вспомогательное слово, которое поможет нам построить вопрос. Это слово does. Does, потом кто и что делает. Does he cook? Does she go? И нот у нас уже нам не нужно. И у нас получилось с вами вопросительное предложение. Past simple указывает на прошедшие действия, действия, которые произошли вчера, позавчера, в прошлом году и так далее. Чтобы построить предложение в этом времени, нужно поставить на первое место исполнителя и дальше действия. Например, I, he, she, eat, cook. Но так как это прошедшее время, и чтобы показать, что действие произошло в прошлом, нам нужно взять окончание иди и добавить к действию. И получится I cooked, she cooked, they cooked, we cooked. Здесь нам не важно, кто исполнитель. Берём действие и добавляем окончание иди. Ну а здесь важно понимать, глагол правильный или неправильный. Если глагол правильный, мы добавляем окончание иди. Если глагол неправильный, мы берём его из второй колонки, таблицы неправильных глаголов. Например, go во второй колонке имеет форму went. I went, he went, we use a went. Опять же таки, не важно, кто исполнитель, одна форма для всех. Если вы хотите построить отрицание, тогда нужно взять слово did, поставить его после исполнителя. Отрицательную частичку not обязательно добавить. Did not, сокращение didn't. И дальше действие. Так как мы уже показали, что это past при помощи did, то у действия уже забираем окончание, оно нам не нужно. Только один раз показываем. I didn't cook. Так же само здесь. Вместо went нам нужно взять первую форму. Это go. I didn't go. She didn't go. She didn't cook. Если вы хотите поставить вопрос, спросите чём-то. Берём did и выносим на первое место. Убираем not. Ставим дальше кто и что этот кто сделал. Did I cook? Did she go? Did we go? Did they go? Future simple указывает на действие, которое произойдёт в будущем. Завтра, послезавтра, в следующем году, на следующей неделе и так далее. Чтобы построить это время, как всегда, на первое место ставим исполнителя, если мы, конечно же, строим утвердительное предложение. Дальше ставим will для всех форм, неважно кто исполнитель. И дальше нужное нам действие без всяких окончаний. Опять же таки, здесь нам не нужно думать правильный глагол, неправильный. Например, I will cook, she will cook, they will cook. Или же берём неправильный глагол. I will go, they will go, she will go. Чтобы построить отрицание, берём not и ставим после will. Но, как мы говорили, всегда в английском языке будет сливаться, так же само, как сливалось didn't, don't. Will и not также сливаются. И оно даёт форму won't. И получилось. I won't cook, he won't cook, they won't go. Чтобы построить вопросительное предложение, will ставим на первое место. Дальше исполнитель, нот нам не нужно. И дальше действие. Она приготовит. Мы поедем, мы пойдём куда-то. Так как мы с вами говорили, что в отрицании у нас сокращаются эти слова, поэтому смотрим ещё раз. Используйте сокращённые формы, так намного быстрее и проще. Следующая группа, о которой мы с вами поговорим, это группа Continuous. Как и любая другая группа, эта группа состоит из Present Continuous, Past Continuous и Future Continuous. Но перед тем, как мы с вами начнём рассматривать Present, Past и Future более детально, мы вернёмся с вами к форме глагола to be. В начале видео мы говорили, что важно запомнить формы нескольких глаголов. Вот to be – один из них. И он нам будет нужен для построения именно этой группы, для группы Continuous. В настоящем времени у глагола to be три формы. I am для I, is для единственного числа, когда один – исполнитель, и are для множественного, когда исполнителей действия несколько. В прошедшем времени две формы – was для единственного числа и were для множественного. И в будущем одна форма – will be. Зная эти формы, вам теперь будет намного легче строить предложение в этом времени. Что это за время Continuous? Present Continuous – это время, которое указывает на действия, происходящие в момент речи. Вот именно сейчас. I am speaking – я говорю. He is sleeping – он спит сейчас. Момент речи. Если Present Simple – описывает то, что происходит каждый день, я хожу на работу, что-то иногда я делаю, обычно, то Present Continuous – то, что происходит именно сейчас. Чтобы построить предложение Present Continuous, нам нужно на первое место поставить исполнителя, нужного вам. Дальше. Форму глагола to be. Мы с вами только что вспоминали, что в настоящем времени их три. Для I – это форма I am. Для единственного числа – это форма is. И для множественного числа – это форма are. Дальше. Нам нужно поставить действие. То, что вы или кто-то делает в данный момент. Например, вы хотите сказать, что я сейчас готовлю. Берем действие. Но так как Continuous указывает на процесс, нам нужно добавить окончание нужное. Откончание ing как раз и указывает на процесс. И вы получили предложение в нужном вам времени. То есть вы описали действие в момент речи. I am cooking – я готовлю именно сейчас. He, she, it is cooking. We are cooking. У вас получилось утвердительное предложение. Чтобы построить отрицание, просто нужно взять частичку not и поставить ее после I am, is, либо are. И получилось. I am not cooking. She is not cooking. И у вас получилось отрицание в вопросе. Чтобы поставить вопрос, нужно просто взять глагол to be, его форму, и вынести на первое место. Am I cooking? В 5 часов. Вчера, когда я вернулась домой. Вчера с 5 до 6. Вчера весь вечер. То есть будет указан какой-то конкретный промежуток времени или же какое-то конкретное время. Чтобы построить это время, нам нужно взять форму глагола to be в прошедшем времени. Мы с вами вспоминали, что их две формы в прошедшем времени. Это форма was для единственного числа и форма were для множественного числа. То есть I, he, she, it – это единственное число. You, we, they – это множественное число. Поэтому were. И дальше нам нужно взять снова же необходимое нам, нужное нам действие и добавить к нему окончание ing, так как это процесс. I was cooking. She was cooking. They were cooking yesterday at 5. Вчера в 5. Чтобы построить отрицание, нужно взять частичку not и после was и were поставить. I wasn't cooking. You were not cooking. You weren't cooking. И так далее. В вопросе берем was и were и выносим на первое место. И у вас получился вопрос. Was I cooking? Was he cooking? Were you cooking? Were they cooking? Future. Будущее. Будущее указывает на действия, которые будут происходить завтра, послезавтра, в какой-то момент. Завтра в 5 часов я буду готовить. Continuous указывает на действия, которые происходят в определенный момент, на какой-то процесс. Present. Сейчас, past в какой-то момент, в прошлом и future в какой-то момент, в будущем. Чтобы построить future, нам нужно взять форму глагола to be для будущего. Помним, это will be. Вот такая у нас форма. И дальше мы берем действия и нужное нам окончание. Я буду готовить завтра. I will be cooking tomorrow. She will be cooking tomorrow. They will be cooking tomorrow. В отрицании нам нужно взять частичку not и поставить ее после will. I will not be cooking tomorrow. Но помним, что will и not сокращают до won't. Поэтому мы просто берем и говорим. I won't be cooking tomorrow. We won't be cooking tomorrow. В вопросе. Чтобы построить вопрос, нам нужно взять will, поставить на первое место, потом исполнитель, кто, потом be, то есть они разорвались. Видите, will и be между ними стал исполнитель. И действия. Will he be cooking tomorrow? Will you be cooking tomorrow? И получился у нас вопрос. Смотрим, как это все сокращается. I am not сокращается. До I am и not. То есть am и not не сливаются. А у нас слилось I и I am. И not осталось отдельно. Дальше he is not. Здесь is и not уже слилось. И получилось he isn't. We are not. We aren't. То есть are и not дало форму aren't. Will not дало нам форму won't. Следующая группа – это группа perfect. Эта группа состоит из present perfect, past perfect и future perfect. Но перед тем, как мы начнем рассматривать более детально эту группу, мы с вами вспомним формы глагола have. В настоящее время у have две формы для I have и для множественного числа have. Для he, she, it – has. В прошедшем времени одна форма had. Неважно, кто будет исполнитель, просто had. И в будущем тоже одна форма will have, независимо от того, кто будет исполнитель. Итак, группа perfect указывает на какой-то результат. Если это present perfect, то это действие, которое произошло в прошлом, но результат этого действия есть в настоящем. Я прочитала книгу. Может, вы ее начали читать раньше, но вот сейчас у вас есть результат. Я закончила работу. Чтобы построить предложение в этом времени, нам нужно на первое место поставить исполнителя. Дальше мы с вами повторяли только что формы глагола have. На второе место ставим нужную форму глагола have. В настоящем времени их две мы говорили. Have для I и have для множественного числа. Для he, she, it – это форма has. Итак, на первое место ставим исполнитель. Дальше форму глагола have. I have, he, she, it – has, will you, they – have. И дальше мы ставим нужное нам действие. Если глагол правильный, например, cook, то мы к действию добавим окончание – иди. И что у нас получилось? I have cooked. Я что-то приготовила. Если глагол у нас неправильный, то мы берем его из третьей колонки неправильных глаголов. Например, возьмем глагол make в третьей форме made. В третьей колонке форма made. I have made. Я что-то сделала. He has made. We have made. Мы что-то сделали. Если вам нужно построить отрицание, берем not и ставим после have. I haven't cooked. Либо после has. He hasn't cooked. We haven't cooked. И у вас получилось отрицательное предложение. В вопросе. Берем have и has и выносим на первое место. Have I cooked? Has she made? Have you cooked? И получился вопрос. Если речь идет о past perfect. Мы вспоминали форму глагола have и говорили, что в прошедшем времени одна форма для всех. Had. На что же указывает past perfect? Past perfect указывает на результат какого-то действия в прошлом. Например, вчера до какого-то момента я закончила готовить. Вчера до шести вечера я сделала всю работу. Или же на действие, которое произошло в прошлом первом. Например, было два действия. Одно случилось раньше второго. Например, до того, как я пришла домой, он приготовил ужин. Что случилось первым? Он приготовил ужин, потом я пришла домой. И вот то действие, которое произошло первым, мы используем в past perfect. Итак, чтобы построить past perfect, на первое место ставим исполнителя. Дальше had. И дальше нужное нам действие. Опять же таки, если глагол правильный, как cook, мы добавляем к нему окончание ид. Если глагол неправильный, как make, мы берем его из третьей колонки неправильных глаголов. She had made. We had made. Если мы хотим построить с вами отрицание, то берем not и ставим после had. I hadn't cooked. She hadn't made. We hadn't cooked. В вопросе мы берем had и выносим на первое место. Дальше исполнитель и нужное вам действие. Неправильный глагол – третья колонка. Правильный глагол – окончание – иди. Had I made. Had she cooked. Future perfect. Future perfect указывает на действие, которое будет закончено до какого-то момента в будущем. Завтра до пяти вечера я закончу эту работу. Чтобы построить предложение future perfect, на первое место ставим исполнителя. Дальше форму глагола have в будущем. Эта форма будет will have. Will have. Для всех. I will have. И дальше нам нужно действие. Если глагол правильный, добавляем к нему окончание – иди. Cook правильный, поэтому cooked. Если глагол неправильный, берем из третьей колонки неправильный глагол. Made. И мы построили утвердительное предложение future perfect. I will have cooked. I will have made. You will have made. She will have made. В отрицании берем not и ставим его после will. Напомним, что will и not сливаются и дает нам форму won't. И у нас получилось. I won't have cooked. She won't have made. We won't have cooked. И получилось отрицательное предложение. Если вы хотите построить вопрос, то вам нужно взять will, поставить на первое место, потом кто, потом have и нужное вам действие. Неправильный глагол. Третья колонка. Правильный глагол. Окончание – иди. И смотрим, что у нас получилось. Will I have cooked? Will she have made? Will you have made? Не забываем также сокращать формы. I have not дает форму haven't. She has not дает форму hasn't. Perfect continuous. The state is present perfect continuous. Past perfect continuous. И future perfect continuous. Present perfect continuous указывает на действие, которое началось в прошлом, длилось все это время и все еще продолжается. Например, вы хотите сказать, что я читаю книгу с 10 утра. Это значит, что вы начали читать ее в 10, читали все это время и все еще продолжаете читать. Чтобы построить предложение в этом времени, на первое место ставим исполнитель. Дальше форму глагола have. Помним, что для I – это have. Для множественного числа это также have. А для he, she, it – это has. После этого нам нужно взять been, поставить его после have либо has и основное действие, например, возьмем cook и добавить к нему окончание ing. И что у нас получилось? Так как это время present, perfect и continuous, оно совмещает в себе форму present, вот have, форму perfect и форму continuous. Форма perfect – мы знаем, что perfect строится, have и третья колонка. Вот мы взяли have и третью колонку глагола to be. Форма continuous – это глагол to be и окончание ing. Вот он наш to be в третьей форме, так как после have, так как это perfect. А continuous – это окончание ing. Так и получилось, что мы совместили форму perfect и continuous. Present perfect continuous – have been cooking. She has been cooking. We have been cooking. Чтобы построить отрицание, нам нужно взять not и поставить после have. I haven't been cooking. Либо после has. She hasn't been cooking. We haven't been cooking. И получилось отрицание. В вопросе нам нужно взять have и has и вынести на первое место. Дальше исполнитель. Убираем not, так как это вопрос, не отрицание. Дальше ставим been после исполнителя. И нужное вам действие. В данном случае это cook с окончанием ing. И что у нас получилось? Have I been cooking? Has she been cooking? Have they been cooking? Past perfect continuous. В утвердительном на первое место исполнитель, так как это past. Нужно взять форму для past. Это had. Обязательно берем been и действие с окончанием ing. I had been cooking. She had been cooking. You had been cooking. Если вы хотите построить отрицательное предложение, то вам нужно взять not и поставить его после had. И получилось. Had, потом not, потом been, потом действие и окончание ing. И что у нас получилось? I hadn't been cooking. She hadn't been cooking. We hadn't been cooking. В вопросе берем had, выносим на первое место, потом кто исполнитель, потом been, потом cook и потом окончание ing. Had I been cooking? Had she been cooking? Had you been cooking? И мы также с вами не сказали, когда же употребляется past perfect continuous. Past perfect continuous указывает на действие, которое началось в прошлом, длилось определенное время и закончилось или же не закончилось до какого-то события. Послушайте, например, до того момента, когда она увидела остановку, она шла уже 2 часа. То есть мы показываем, что до момента, до того, как она увидела остановку, она шла уже 2 часа. Что значит, что закончилось или не закончилось? То есть до того момента она прошла 2 часа. Она могла остановиться, когда увидела остановку или же дальше идти. Это у нас Past Pathet Continuous. Дальше мы с вами поговорим о Future Pathet Continuous. Это время указывает на действие, которое будет происходить в будущем на протяжении определенного отрезка времени и закончится или же не закончится до какого-то момента в будущем. Например, до того, как я завтра прийду домой, она будет что-то делать уже 2 часа. Она будет готовить 2 часа до того, когда я прийду домой. И она может продолжать готовить или же не продолжать. Звучит чуть-чуть все запутанно, но в разговорной речи это время не употребляется. Поэтому кому нужно от формы этого времени, чтобы построить предложение? Future Pathet Continuous на первое место ставим исполнителя, так как это future, будущее, нужно will употребить. Will, дальше have been и действие основное с окончанием ong. Так как это perfect, continuous, future, future, perfect, continuous, нам нужно совместить форму future, форму perfect и форму continuous. Вот мы показали will, это future, форму perfect, have, форму continuous, be и окончание ong. Помним been, потому что это после have это перфектное время, да, и мы ставим третью колоночку. Поэтому be переобразовалась в been и continuous добавили ong. Чтобы построить отрицательное предложение, нам нужно к will добавить not, это даст нам форму won't. И что у нас получилось? I won't have been cooking. We won't have been cooking. И получилось у нас отрицательное предложение. Если же нам нужно построить с вами вопрос, тогда нам нужно взять will, вынести его на первое место, дальше кто, потом have been и основной глагол с окончанием ong. И что у нас получилось? Will I have been cooking? Will she have been cooking? И так далее. Давайте еще с вами посмотрим на сокращенную форму. Мы говорили have not, да, но помним, что все это сливается, поэтому have not даст нам haven't. И получится haven't been cooking. Has not, даст форму hasn't, hasn't been cooking. Had not, даст форму hadn't, hadn't been cooking. Will not, даст форму won't, won't have been cooking. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok